На этом вот радиоболтком, тут, я не знаю, недели две назад, может чуть больше, меньше, выступал господин Лепникс, Юргис Лепникс, да? Вы знаете, наверное, такого. Конечно, политтехнолог, я уже и напомнила, и рассказала до эфира. Вот, и вот этот политтехнолог, извините, вдруг начал пропагандировать марихуану, с тем, чтобы ее, значит, у нас открыто можно было пользоваться, открыто продавать и все прочее. Легализовать. Легализовать, да. Вы знаете, у меня, вот, у меня, как бы, не хватает слов, может, вы подберете, я ему там, что мог тогда сказал, да, вот, но, может, вы подберете более, как бы сказать, аргументированные вещи на эту тему, потому что нельзя же гробить народ только потому, что господин Лепникс, там что-то, как в Европе, жить хочется, а вот мне так кажется. Мы поняли ваш вопрос, я с вами солидарна, но вот все-таки зададим нашему гостю этот вопрос, пускай он на него ответит. Это так называемый амстердамский эксперимент, когда эта страна изменила свое законодательство и легализовала в копии-шопах свободную продажу марихуана сначала 30 грамм, а потом уже снизили до 5 грамм. И теперь эта страна превратилась в центр туризма любителей наркотиков, и нелегальная продажа наркотиков тоже не исчезла, но добавился еще иностранный туризм, и на этом они, конечно, делают часть своей экономики. Это очень нечестная игра, но Латвия придерживается политики скандинавских стран, то есть у нас законодательство более строгое, и даже в последнем Генеральной Ассамблее ООН наш тогдашний премьер-министр Краст сказал, что Латвия никогда не пойдет на легализацию наркотиков. Марихуана и гашиш и тетрахидроканабинол у нас находятся в списке запрещенных наркотических веществ. Мы все-таки северные народы, и нам не нужны те психические изменения, которые вызываются этой наркотической смолой. И мы будем только несчастны, мы будем без инициативы, без мотивов работать, будем только фантазировать, будем только здесь быть оторваны от жизни. Нам это совсем не нужно, мы находимся в экономическом кризисе, нам много надо работать, и нам нечего баловаться такими веществами, которые вызывают психические изменения. Мне, как опытному наркологу, иногда трудно решить, передо мной сидит шизофреник, или передо мной сидит человек, который накурился марихуаной. Потому что такие изменения очень похожи на эту тяжелую психическую болезнь. И если кто-то, и главное, они сами этого не замечают, им кажется, что все нормально. Только окружающие замечают, что у этого человека начались психические изменения. Зависимость возникает медленнее, но быстрее возникают психические расстройства. Но кому нужны эти психические расстройства? Чтобы Лепнекс и его компания заработала кучу денег на эту идею? Да, кстати, в качестве одного из аргументов приводился такой, что это очень выгодно для туризма, и туризм будет развиваться, в казну будут капать деньги, но здесь тоже можно тогда... Почему бы, например, не легализовать детскую проституцию, да, с другой стороны? Тоже поедут различные люди, которые имеют к этому склонность, и тоже будут в казну капать деньги. Но это совершенно недопустимо, согласитесь. Все-таки есть какие-то моральные законы, которых мы не должны нарушить. Особенно мы погубим свою молодежь. Вот у Шнура была такая еще песня, что наркотики нельзя, можно водку. У нас люди по-страшному спиваются, реклама идет, пиво и тому подобное. Это гораздо страшнее. А насчет марихуаны, я вам так скажу, была передача по «Дискавери», и там люди, которые страдают головными страшными болями, ничего не помогает. И врач выписывал им определенное количество марихуаны. И все сразу, ну не сразу, у кого-то проходили эти симптомы. Я считаю, ее нужно легализовать в смысле больным, которые страдают от боли какая-то острая, чтобы в аптеках могли продавать. Поверьте, марихуаны, мне кажется, ничем не страшнее, чем какие-то вонючие сигареты. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Я думаю, что есть уже какие-то аналоги фармацевтические, которые способны избавить человека от головной боли. Хотя тоже есть нюансы. Этих средств очень много. Кстати, применение марихуаны в медицинских целях – это один из приемов, то есть достижение легализации наркотиков. Аргумент. Доказать, что их можно как лечебных средств употреблять. И некоторые штаты Соединенных Штатов Америки действительно пошли на то, что на рецептах врачей, когда они считают, что есть показания, там, больной раком, или у него какие-то боли, синдромы, и вдруг решили по каким-то религиозным или каким-то другим причинам, что человек хочет отказаться от химии, от лекарств, от лекарственных средств. Это как будто это вещество происходит из растений. И поэтому есть такие идеологические барьеры, которые некоторые заставляют искать таких средств. Но это, конечно, путь ни к чему. И потом человек начинает получать уже другие ощущения, и привыкание начинается, и будет более проблем, чем снятие болевого синдрома.